Глава тридцать восьмая Господь отвечал Иову из бури и сказал, Кто сей омрачающий провидение словами бессмысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, Где был ты, когда Я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, Когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, Когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одеждою его, И мглу пеленами его. И утвердил ему мое определение, И поставил запоры и ворота, И сказал, До селья дойдешь и не перейдешь, И здесь предел надменным волнам твои. Давал ли ты, когда в жизни своей, Приказание утро, И указывал ли заре место ее, Чтобы она охватила края земли И стряхнула с нее нечестивых, Чтобы земля изменилась, Как глина под печатью, И стала, Как разноцветная одежда, И чтобы отнялся у нечестивых свет их, И дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты в глубину моря, И входил ли в исследование бездны, Отворялись ли для тебя врата смерти, И видел ли ты врата тени смертные, Обозрел ли ты широту земли, Объясни, если знаешь все это, Где путь к жилищу света, И где место тьмы, Ты, конечно, доходил до границ ее, И знаешь стези к дому ее, Ты знаешь это, Потому что ты был уже тогда рожден, И число дней твоих очень велико, Входил ли ты в хранилище снега, И видел ли сокровищницы града, Которая, берегуя она время смутное, На день битвы и войны, По какому пути разливается свет, И разносится восточный ветер по земле, Кто проводит протоки для излияния воды, И путь для громоносной молнии, Чтобы шел дождь на землю безлюдную, На пустыню, где нет человека, Чтобы насыщать пустыню и степь, И возбуждать травные зародыши к возрастанию, Есть ли у дождя отец, Или кто рождает капли росы, Из чего чрева выходит лед, И иней небесный, Кто рождает его, Воды, как камень, крепнут, И поверхность бездны замерзает, Можешь ли ты связать узел хима И разрешить узы кисиль, Можешь ли выводить созвездие в свое время И вести ас с ее детьми, Знаешь ли ты уставы неба, Можешь ли установить господство его на земле, Можешь ли возвысить голос твой к облакам, Чтобы вода в обилии покрыла тебя, Можешь ли посылать молнии, И пойдут ли они, И скажут ли тебе, Вот мы. Кто вложил мудрость в сердце, Или кто дал смысл разму, Кто может расчислить облака Своей мудростью И удержать сосуды неба, Когда пыль обращается в грязь, И глыбы слепаются, Ты ли ловишь добычу львицы И насыщаешь молодых львов, Когда они лежат в берлогах Или покоятся под тенью в засаде, Кто приготовляет ворону корм его, Когда птенцы его кричат к Богу, Бродя без пищи. Глава тридцать девятая Знаешь ли ты время, Когда рождаются дикие козы на скалах, И замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить Месяцы беременности их, И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, Рождая детей своих, Выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, Растут на поле, Уходят И не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу, И кто разрешил узы, А нагру, Которому степь я назначил домом, И солончаки жилищем. Он посмеивается городскому многолюдству И не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи И гоняется за всякую зеленью. Захочет ли единорог служить тебе, И переночует ли у ясли твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, И станет ли он баранить за тобою поле? Понадеешься ли на него, Потому что у него сила велика, И предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, Что он семена твои возвратит И сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину, И перья, и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле, И на песке согревает их, И забывает, что нога может раздавить их, И полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, Как бы не своим, И не опасается, что труд его будет напрасен, Потому что Бог не дал ему мудрости И не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, Посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас, Роет ногою землю и восхищается силою, Идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, И не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, Сверкает копье и дротик, В порыве и ярости он глотает землю, И не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос, Гу-гу, И издалека чует битву, Громкие голоса вождей и крик. Твоею ли мудростью летает ястреб, И направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел И устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале И ночует на зубце утесов И на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, Глаза его смотрят далеко, Птенцы его пьют кровь, И где труп, там и он. И продолжал Господь и сказал Иову, Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить, Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал, Вот я ничтожен, Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, Теперь отвечать не буду, Даже дважды, Но более не буду. Глава сороковая И отвечал Господь Иову из бури И сказал, Припаяшь, как муж, чресла твои, Я буду спрашивать тебя, А ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славою, Облекись в блеск и великолепие, Излей ярость гнева твоего, Посмотри на все гордое И смири его. Взгляни на всех высокомерных И униз их, И сокруши нечестивых на местах их, Зарой всех их в землю И лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, Что десница твоя Может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, Как и тебя, Он ест траву, как пол. Вот его сила в чреслах его, И крепость его в мускулах чрева его, Поворачивает хвостом своим, Как кедром, Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, Кости у него, как железные прутья. Это верх путей божиих. Только сотворивший его Может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, И там все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями, Под кровом тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своей тенью, Ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, Хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его, И проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить левиафана, И веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его, Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя, И будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою, И возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, И свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, Разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем, И голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою, И помни о борьбе. Вперед не будешь. Глава сорок первая Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, Который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, Чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, О силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его ужас. Крепкие щиты его великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, Так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, Сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет, Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламеники, Выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, Как из кипящего горшка или котла. В дыхании его раскаляет угли, И из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, И перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его Сплочены между собою твердо, Не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, И жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, Силачи в страхе Совсем теряются от ужаса. Меч коснувшийся его Не устоит, ни копье, Ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, Медь за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прачные камни обращаются для него в плеву. Булала считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, И он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, И море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою светящуюся стезю, Бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Глава сорок вторая И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, И что намерение твое Не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, Ничего не разумея? Так, Я говорил о том, Чего не разумел, О делах чудных для меня, Которых я не знал. Выслушай. Взывал я, И я буду говорить, И что буду спрашивать у тебя? Объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, Теперь же мои глаза Видят тебя. Поэтому я Отрекаюсь И раскаиваюсь В прахе И пепли. И было после того, Как Господь сказал Словате и Ову, Сказал Господь Елефазу, Фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя И на двух друзей твоих За то, Что вы говорили о мне Не так верно, Как раб мой Иов». Итак, Возьмите себе Семь тельцов И семь овнов, И пойдите К рабу моему Иову И принесите за себя Жертву, И раб мой Иов Помолится за вас, Ибо только Лицо его Я приму, Дабы не отвергнуть Вас за то, Что вы говорили о мне Не так верно, Как раб мой Иов. И пошли Елефаз, Фимонитянин, И Вилдад, Савхиянин, И Сафар, Наамитянин, И сделали так, Как Господь Повелел им, И Господь Принял лицо Иова. И возвратил Господь Потерю Иова, Когда он Помолился За друзей своих, И дал Господь Иову вдвое Больше того, Что он Имел прежде. Тогда Пришли к нему Все братья его, И все сестры его, И все Прежние Знакомые его, И ели с ним Хлеб В доме его, И тужили с ним, И утешали его, За все зло, Которое Господь Господь Навел на него, И дали ему Каждый По кисите И по золотому Кольцу. И благословил Бог Последние Дни Иова Более Нежели Прежние. У него Было Четырнадцать Тысяч Мелкого Скота, Шесть Тысяч Верблюдов, Тысяча Пар Волов И тысяча Ослиц, И было У него Семь Сыновей И Три Дочери. И Нарек Он Имя Первой Емима, Имя Второй Кассия, А Имя Третьей Керенгопух. И Не Было На Всей Земле Таких Прекрасных Женщин, Как Дочери Иола. И Дал Им Отец Их Наследство Между Братьями Их. После Того Иов Жил Сто Сорок Лет И Видел Сыновей Своих И Сыновей Сыновних До Четвертого Рода. И Умер Иов В Старости Насыщенный Днями. Приветствую Вас, Уважаемые Слушатели. У Микрофона Виталий Алиник, Руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 159-й день Программы Библия На каждый День, Во время Которой Мы Ставим Цель Прочитать Священное Писание За один Год. Отрывок Для чтения На сегодня Книга Иова Главы С 38-й По 42-ю. Сегодня Мы Завершаем Чтение И изучение 18-й По счету Книги Слово Божие. И Я Поздравляю Вас С очередным Рубежом Вы можете прослушать Эти главы И комментарии К ним На веб-сайте Центра Духовного Просвещения По адресу www.russiancenters.com Тема Наших бесед В этом цикле Благая Весть В Библии Сегодня Мы Посмотрим На финальные Сцены Драмы Описанные В книге Иова В контексте Прообразного Значения Этих Событий Книга Иова Представляет Собою Миниатюру Великого Вселенского Противостояния Между Добром И злом Это Миниатюра Великой Борьбы Между Богом И Сатаной В самом Начале В первых Главах Перед нами Завязка Этой Борьбы Обвинение Против Бога В присутствии Небожителей Первая глава Шестой стих Говорит И был день Когда пришли Сыны Божии Предстать Пред Господа Между ними Пришел И сатана Вторая глава Первый стих Говорит Был день Когда пришли Сыны Божии Предстать Пред Господа Между ними Пришел И сатана Предстать Пред Господа Сыны Божии В книге Иова, как повествует 38 глава этой книги, кто существовал уже на момент создания нашей планеты, когда и самой планеты, и жителей на ней, на земле, еще не было. Тогда сыны Божьи уже существовали. Таким образом, мы видим, что перед Господом находятся сыны Божьи, небожители, существа, бывшие во вселенной еще до появления на нашей земле, сына Божья Адама. И вот в присутствии этих существ сатана высказывает свои обвинения, сатана высказывает свои претензии. Как мы помним, имя сатана означает противник, враг. В первой главе в стихах с 9 по 11 сказано «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Синодальный перевод 11 стиха смягчил мысль оригинала. У нас задается вопрос, благословит ли он тебя? А вот как эта фраза переводится в одном из англоязычных переводов English Standard Version, стандартный английский перевод. И он проклянет тебя в лицо. Не в форме вопроса, а в форме утверждения подает сатана свое обвинение. Он обвиняет Бога в том, что Бог подкупает людей для поклонения себе, что никто не станет ему поклоняться просто так, ни за что, что Бог манипулирует существами во Вселенной. Итак, в самом начале этой книги мы видим, как во вселенском масштабе выдвигаются против Бога обвинения. У Бога есть враг, который пытается дискредитировать его перед всею Вселенной. Каким образом возможно решить эту дилемму? Как можно ответить на обвинения, подвергающие сомнению мотивацию? Как продемонстрировать, что Богу будут служить просто так, ни за что, что он достоин поклонения просто потому, каков он? Только время в состоянии ответить на этот вопрос. И вот когда Иов остался без ничего, тогда была явлена истинная сущность его взаимоотношений с Богом. С своей реакцией, своими словами и поступками он показал, что служит Богу и любит Бога и продолжает находиться во взаимоотношениях с Ним не за что-то, а даже тогда, когда у него никаких больших благословений не осталось. Таким образом, задавая вопрос о роли человека в великой борьбе между Богом и сатаною, между добром и злом, мы находим, во-первых, что Бог на стороне человека. Бог за Иова, Он на стороне Иова, Он его защищает. Вот что говорится, например, во 2 главе, в 3 стихе, «И сказал Господь сатане». Напомню, это происходит в присутствии всей Вселенной. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Бог исповедует имя Иова пред всей Вселенной. И это прообраз того, о чем говорится в книге Откровения, в 3 главе, в 5 стихе. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Бог на стороне человека, Он на стороне Иова, Он защищает его. Роль человека же, в свою очередь, будет заключаться в том, чтобы своей жизнью, своими словами и поступками доказать, что Бог прав в том, что заявляет о себе, о мире и о человеке. Человеку нужно защитить Божью честь. В послании к евреям, в 3 главе, в стихах 9 и 10 сказано «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, на вселенский контекст того, о чем говорит 3 глава послания к Ефесянам. «Дабы ныне соделалась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья, мы, земляне, можем помочь небожителям уразуметь многоразличную премудрость Божью и неизреченную любовь Божью через то, что происходит здесь на земле, и через жизнь верующих, представителей Церкви Божьей. Господь показывает всей вселенной, кто в действительности прав и какова сущность сатаны с одной стороны и Бога с другой стороны». Очень важной вехой в книге Иова является также то, что описано в 42 главе, в стихах с 8 по 10. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. «И пошли Елифас, Фимонитянин, и Вилдат, Савхиянин, и Сафар, Намитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Ключевым моментом здесь является жертва, причем жертвы, которые приносятся числом семь, это число полноты, именно после жертвы происходят изменения, и в статусе друзей Иова они обретают прощение, и в статусе самого Иова Господь благословляет его после этого жертвоприношения. Все меняется после принесения жертвы. Это прообраз жертвы Агнца Божия, Иисуса Христа, которая стала ключевым событием во всемирной истории, в истории противостояния между добром и злом. И теперь эпилог, конец повествования. Это тема благословения. В самом начале, как рассказывает книга Иова, Господь обильно благословил Иова, 1 глава стихи 3-4. Имение у него было, семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот порвалов и пятьсот ослиц, и весьма много прислуги, и был человек этот знаменитий всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Итак, он очень богат, он очень знаменит, и у него сыновья и три дочери. А в самом конце, как описывает Священное Писание в 42 главе в стихах с 10 по 15, возвратил Господь потерю Иова, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар валов и тысяча ослиц, и было у него семь сыновей и три дочери, и не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. По итогам страданий Иова, по итогам его подвига, он обретает вдвое больше благословений, чем имел в самом начале, что касается имущества, и Господь восстанавливает ему тоже число детей. История Иова прообразно показывает нам, что по итогам великой борьбы между добром и злом, человечество в результате обретет больше благословений, чем имело в самом начале. Человечество выйдет на новый уровень понимания сути борьбы между добром и злом. Человечество обретет уникальный опыт противостояния злу, доверия Господу даже в самых стесненных трудных обстоятельствах. Но главное, Господь гарантирует, что не только все будет возвращено, но мы обретем намного больше. Благая весть книги Иова рассказывает историю о том, что вначале все было хорошо, затем наступил мрачный, тяжелый, плохой период, когда не на все вопросы есть ответы, и в этом периоде мы живем с вами сейчас. Но Господь на основании жертвы, на основании своей верности, на основании верности своих последователей, одержит полную и окончательную победу над сатаной, который выставил его в искаженном свете перед всей вселенной, и в результате человечество обретет двойное благословение. А пока мы находимся в этой борьбе, Бог всегда за нас, как и написано в послании к римлянам, 8 главе в 31 стихе. Что же сказать на это, если Бог за нас? Кто против нас?